В Казанской резиденции штаб состоялось совещание по вопросу создания инновационного культурно-технологического центра на базе бывшего ресторана «Парус». Все подробности далее. Возможность создания центра была рассмотрена президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым во время визита в Казань руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой. Во время обсуждения развития образовательного центра «Сириос» Рустам Мениханов отметил, что можно создать аналогичный центр для школьников, студентов и в целом для населения на базе бывшего ресторана «Парус». И как раз таки для того, чтобы собрать мнение наших коллег, мы позвали представителей разных министерств, ведомств и города, и госкомитета по туризму, университета позвали, где есть профильное направление подготовки по туризму, чтобы уже от специалистов собрать предложение о том, каким может быть этот центр в здании «Паруса». Отличительная особенность объекта в том, что в центре будет применяться практика умного туризма, как и в сочинском центре «Сириос». Она предполагает, что гостям будут регулярно проводиться различные мастер-классы. Также будет задействована акватория реки Казанка. Центр будет сочетать в себе такие направления работы, как наука, искусство и спорт. Особенно привлекателен центр будет для студентов. В перспективе сами студенты могут и по разным направлениям либо практику проходить, либо даже трудоустраиваться, работать, потому что это и возможности по где-то VR, по дополненной реальности мы планируем там направление. Мы рассчитываем, что там будет и по искусству, по театральному направлению, поскольку отличная, так сказать, картина природная, может быть, по изобразителям искусства, то есть художников туда позовем, соберем. Стоит отметить, что уже сейчас к разработке концепции проекта приглашены студенты, обучающиеся по направлению туризма, менеджмента и маркетинга. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюс.